Интересно, поведет ли в него хотя бы одна дробинка? Эх, не повезло. Значит, повезет в следующий раз, эй? Но повезет ли? Всем привет, меня зовут Redragon, и сегодня мы с вами немножко поговорим о разлете дроби на дробовиках. Ранее я выставил опрос среди своих подписчиков, чтобы узнать, как много из них вообще испытывают проблемы с разлетом дроби при использовании дробовиков. Ну и, собственно, результаты вы видите сами, и, ну, в принципе, довольно очевидно, что многие испытывают определенные проблемы с ними. В этом видео я немножко постараюсь объяснить, почему вообще возникают какие-то проблемы при использовании дробовиков, и что не так с этой дробью в этой прекрасной игре. Итак, да, что скажу сразу, что я позаимствовал эту идею у англоязычного ютубера, поскольку Мэтт сидел на ютубе, нашел видос, скинул мне, я посмотрел на него, я офигел, и решил донести информацию, которую там обнаружил, до вас. Собственно, по поводу дробовиков. Все прекрасно знают, что дробовики работают следующим образом во всех FPS играх. У вас есть прицел с вертикальными горизонтальными линиями, и область внутри этого прицела, то есть на нижних границах этих палочек, является собой область, куда может полететь дробь, то есть все дробинки, с какой-то вероятностью. Соответственно, так это работает, в принципе, во всех играх, кроме Ханта. В Ханте почему-то эффективная область разлета дроби на самом деле меньше, чем указано непосредственно этими полосочками прицела. Примерно где-то на 15-20% эта область меньше, чем актуальная, и это немного странно. Это немного странно, и, собственно, поэтому, когда вы стреляете в противника, когда у него, условно говоря, там, вы знаете, что он на один выстрел, вы знаете, что его убьет что угодно, и вы стреляете, когда маленький кусочек тела противника находится у вас в зоне прицела, вы почти никогда его не убьете. И, возвращаясь к стартовому клипу, такой выстрел, ну, с дробовика никогда не попадет по цели ни одной дробинкой, ни одной пилеткой, ни одним ничем. Ну, кроме, может быть, монет, но к этому мы еще придем. Так вот, я решил провести тесты самостоятельно после того, как я посмотрел тот видос по поводу разлета дроби. Что-то я сам взял разные дробовики, пошел стрелять в стены, и, в принципе, обнаружил, что действительно разлет дроби на порядок меньше, чем он, ну, показан прицелом. Собственно, можете сами это потестить, мне, на самом деле, это показалось очень странным, потому что, опять же, ни в одной другой игре я такой фигни еще не видел. Вот. Поэтому, как-то так. Таким образом, что? Можно вообще, какой вывод сделать из этого всего? Не стоит стрелять, когда противник не находится в центре вашего прицела, потому что, опять же, учитывая многие другие факторы, по которым эта игра с аспекта шутера посасывает, а именно, пинка, долгие полосы мыши, создание пули в мире, прежде чем она вылетит, то есть, вот это вот все. Оно складывается, если ваш противник не находится в центре экрана момент выстрела, а даже находится, ну, где-нибудь там, левее центра. Пока, собственно, произойдут все вот эти вот манипуляции, после которых произойдет актуальный выстрел, он может еще сместиться куда-то. Ну, и, соответственно, пока до него также долетит эта дробь, он может сместиться в область, которая будет все еще в вашем прицеле, но уже за пределами эффективного разлета дроби на самом деле. Как-то так. На самом деле, я подумал изначально, когда это все увидел, что, возможно, возможно, вот эта вся область прицела показывает максимальную вероятность разлета дроби на дальней дистанции, потому что, когда, ну, вы стреляете с дробовика, пули летят конусом, то есть, они распространяются в стороны. Я подумал, что если стрелять на более дальние дистанции, а не на, ну, нормальные, то, может быть, тогда будут дробинки долетать до краев вот этих вот штучек на прицеле. И, в общем, протестив это тоже, оказалось, что нифига это не так, и даже при стрельбе на дальние дистанции все равно оно не распространяется настолько далеко, насколько нужно. Может быть, конечно, на самом деле эта теория верна, и оно распространяется на такую дальность вплоть до расстояния до 300 метров, потому что пули в этой игре не исчезают, пока они не прилетят нам то ли 300, то ли 500 метров, то ли что-то типа того, короче. Но это не имеет никакого смысла, это неразумно. То есть, поэтому, что мы имеем? Мы имеем, что если мы хотим попадать в противников, они должны быть строго в центре вашего прицела. Самый идеальный вариант делать вид, что у вас жакан, и стрелять от мушки. То есть, это вот одно из самого оптимального. Также, не могу не отметить, коммент одного чела, который, ну, под оригинальным видосом англоязычным, оставил довольно разумный. Что он в этом комменте, собственно, говорит? Итак, в этом комменте чувак пишет про то, что прицел на самом деле помогает определять расстояние, эффективное, на котором вы можете маншотнуть противника. То есть, когда вы помещаете голову противника под верхнюю палочку прицела, и, соответственно, его ноги над нижней палочкой прицела, ну, примерно понимаете. Соответственно, на этом расстоянии, когда целиком моделька охотника помещается в прицел, во всю область его, вы можете ваншотнуть противника. Конечно, я бы в это особо на самом деле не верил, потому что всегда существует Ранальд, который может просто направить все дробинки противнику в руку и так далее. Но, тем не менее, это имеет смысл, потому что при определенных обстоятельствах вы можете таким образом ваншотнуть противника. Поэтому, как бы, можете попробовать, я на самом деле не буду. Мне кажется, это звучит достаточно далеко, потому что, да, удача обычно не на твоей стороне, когда ты стреляешь с дробовика, а на стороне противника. Кстати, не лишнее будет упомянуть еще про то, что многие дробовики имеют боеприпасы специальные в виде монет, а монеты как раз-таки увеличивают разброс дроби. Они уменьшают, вроде как, количество пилеток, но увеличивают разброс и разлет дроби. Таким образом, область распространения дроби, она становится намного более похожей на ту, которую показывает прицел. Не актуальная, на самом деле, она все равно, но намного ближе. То есть, как также подметил еще один чувак из комментов, как же он сказал сейчас, все дробовики стреляют кучнее, чем показано, кучнее области прицела. Однако, монеты стреляют так, как стреляют все дробовики во всех других нормальных FPS играх, а именно по всей области прицела. Так что, как-то так. Такая вот история, такая вот фигня с дробовиками. На самом деле, столкнувшись с этой ситуацией, я подумал, что, может быть, это касается всего оружия, которое эффективно используется при стрельбе от бедра, то есть без АДСа. И я потестил немножко с двумя пистолетами, я потестил бинфил с леверингом и пришел к выводу, что там также разлет пули не соответствует прицелу. Он не настолько сильно не соответствует, как на дробовике, но все равно до границ прицела он практически не доходит. Поэтому всегда, когда вы стреляете от бедра в этой игре, с любого оружия, всегда помещайте вашу цель, в которую вы стреляете, в центр экрана. В центр прицела, не экрана, потому что прицел не в центре экрана. Короче, вы поняли. Вот, так что да, как-то так, такая вот ситуация. Сейчас на фоне всего этого очень многие ютуберы и стримеры стали играть с монетами. То есть там у Хорна-то вышло видео, у Рахты вышло видео, еще там у кого-то вроде тоже выходило. Можете посмотреть, я, может быть, тоже попробую побегать с монетами, однако я вам этого делать не советую. Потому что монеты это исключительно рандомы, а рандом это... 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 это плохо в этой игре. Он всегда вас убивает. Вот, короче да, как-то так. Такое вот видео, такая вот инфа. Спасибо всем за просмотр, спасибо всем за комменты, за лайки, за подписки. И увидимся с вами в следующем видео. Всем удачи, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!